Православный воинский приход в Белой Подляске – один из семи приходов военной православной епархии, православном ординариате войска польского. Он призван обслуживать большой регион Южного Подляшья и Люблинского края. Здесь среди военных и семей военнослужащих много православных выцерковленных людей, как и в целом на востоке Польши. Для совершения чина освящения храма в Белую Подляску прибыли архиепископ Люблинский и Холмский Авель, а также православный ординарий войска польского и епископ семиатический Георгий. Господь в воскресе из метки, сметь ее, сметь ловра! Воинский приход в Белой Подляске уже давно приспособил под временный храм старую хозяйственную постройку на территории бывшего военного аэродрома. В определенный момент это здание перестало вмещать всех верующих, соответствует нуждам литургической жизни. Стараниями настоятеля протерия Алексея Андреюка, благочинного военно-воздушных сил православного ординариата войска польского, был положен старт работам по перестройке церковного помещения. Этот храм построен был первоначально в 2001 году. Здесь была военная участка, здесь лодчики имели свою бригаду, имели свой штаб, имели свой аэродром для лодчиков военных. И среди них было несколько хороших, настоящих православных пилотов и других офицеров. И так создалось хорошее содружество, и они решили, чтобы в этом здании построить православную церковь. Но когда уже эта церковь стала очень для нас маленькой, начали приходить люди, не только военные, тоже и здесь, которые живут недалеко в церкви, решили мы перестроить эту церковь, и военные занялись этим и перестроили нам эту же церковь. Министерство национальной обороны положительно отнеслось к этой инициативе. К реализации проекта подключились также благотворители, ряд бизнес-структур, офицеры и солдаты войска польского, частные лица и местные жители. Примечательно, что благословил эту инициативу прежний православный ординарий войска польского, архиепископ Мирон Ходоковский. За один день до трагической гибели в авиакатастрофе с руководством Польши Владыка Мирон поставил свою подпись на письме обращения к министру национальной обороны. Как известно, 10 апреля 2010 года вместе с президентом Польши Лехом Качинским по пути в Катынь трагически погиб мой предшественник, Владыка Высокопреосвященнейший архиепископ Мирон, православный ординарий войска польского, а также епископ Гайновский. И последней подписью, которую Владыка совершил в своем кабинете, было разрешение на перестройку этого храма. Поздно вечером 9 апреля 2010 года его Высокопреосвященство архиепископ Мирон написал обращение господину Богдану Клиху, на тот момент министру национальной обороны, о выделении суммы для церкви в Белой Подляске. Спустя некоторое время я разговаривал с генеральным директором кабинета министров и услышал ответ. Выполнение просьбы Владыки Мирона – завет для министров. И мы выполним этот завет. Работы по строительству церкви начались уже через несколько месяцев. В сентябре 2010 года новоизбранным православным ординарием войска польского был совершен чин закладки храма. Завершение строительных работ пришлось на середину ноября 2011 года, а первая литургия состоялась в новой церкви полгода назад. Отслужили божественную литургию и сразу после освящения храма в честь апостола и евангелиста Марка. Этот храм очень важный для нас, потому что он является единственным храмом, собственным в военной епархии. Он построен на средство Министерства обороны национальной, как у нас называется, народной. И этот храм в честь святого апостола Марка является самостоятельным военным приходом. То есть как бы здесь, несмотря на то, что территория епархии Люблинского-Хомска, этот храм принадлежит к епархии военной. Эта церковь – наша жемчужина. Мы здесь находим утешение и радуемся. Во славу Божью. Аминь. В конце торжеств на южной стене храма была восстановлена и освящена памятная доска в честь архиепископа Мирона Ходоковского. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Польша, Белоподляска.